Владельцы Карсбербанка столкнулись с новым видом мошенничества, противостоять которому не могут даже самые недоверчивые из них. Звонок поступает с официального номера банка, а звонящий виртуозно исполняет роль сотрудника. Притупляет бдительность исключительная забота о безопасности клиента. Якобы банк вовремя перехватил попытку незаконного списания средств. Новую схему изучила наш обозреватель Татьяна Ремезова. Татьяна, что в ней должно насторожить нас? Эрнест, мошенники на шаг впереди. Год от года крадут с карт все больше. В 2017 обманом вывели почти миллиард, а в 2018 больше миллиарда всего за полгода. Теперь через мобильное приложение звонят с измененного номера, маскируясь под привычный телефон банка. Предупреждают, с вашей карты пытаются списать деньги, операцию нужно отменить. Просят код из смс или кодовое слово. Есть ли карты в разных банках? На проводе Единая служба безопасности по отслеживанию мошеннических действий. Для проверки просят номер карты и остаток на ней. А банк открытия при вас карта? Нет, тоже там уже есть документы. Тоже мошеннические сумочки. Доберитесь, пожалуйста, до банковских карт. Ну зачем это? Чтобы сверить информацию, отменить платеж. Я вообще не пользуюсь услугами банков. У меня вообще ни одной карточки нет. Если вам задают вопросы, какой вам пришел смс-код, нам не нужно его знать, потому что мы вам его отправили. Или какой у вас номер карты? Тоже банку совершенно не нужно это знать, потому что мы и так знаем, какими картами вы пользуетесь. Наши данные мошенники покупают на виртуальном черном рынке, а туда они поступают со взломанных интернет-сайтов. Регистрируйтесь в каком-нибудь онлайн-магазине, либо в каком-нибудь онлайн-сервисе, где у вас требуется ввести фамилию, имя, отчество, номер телефона. Используя методики социальной инженерии, очень правильно и красиво говоря, данные банковской карты, пользователя легко выманить. Есть случаи, кстати, когда мошенники не только безошибочно называют наше имя и номер паспорта, но и рассказывают нам о тех операциях, которые мы действительно совершали по карте. Кто, кроме банка, может об этом знать? Отследить такие утечки из самого банка непросто. Газета «Коммерсант» сегодня даже приводит черные расценки на якобы внутреннюю информацию о клиентах Сбербанка. 2000 рублей за выписку операции по карте, 8-10 тысяч за кодовое слово. Сам Сбербанк отвечать на наши вопросы сегодня отказался. Даже если телефон совпадает, а голос в трубке убедителен, лучше поступить так. Если у клиента возникают сомнения в том, что звонок поступил именно из банка, самый лучший способ — положить трубку и перезвонить по номеру телефона, который указан на обороте карты. Кстати, респектабельные голоса в трубке часто принадлежат заключенным. Прям театру микрофона. Лучше, наверное, не попадать в их зону доступа. Спасибо, Татьяна. Это была наш обозреватель Татьяна Ремезова. Продолжение следует...